Надя, есть ли у тебя комплексы? Я думаю, что комплексы есть у всех, даже у президентов и у мисс вселенная. Ну разве что у тебя? Может быть нет, по крайней мере я этого не замечала. Вот кстати говорят, что люди, у которых кажется, что у них нет комплексов, у них их еще больше. Вот сегодня разберемся. Да, проверим эту теорию с нашим психологом. Да, давайте, потому что вот даже сейчас в вашем разговоре есть что обсудить. Артем Скобелкин, семейный психолог, психотерапевт, специалист по решению личных и семейных кризисов, помогает разобраться в отношениях, в сложных жизненных ситуациях, сделать правильный выбор, избавиться от чувства вины и обиды. Стаж консультации 12 лет. Привет не психи. Правда ли, что абсолютно у всех людей есть комплексы? Вы знаете, очень часто встречаю активных, неординарных, ярких и очень уверенных в себе людей. И, в общем, даже как-то не верится в то, что они тоже страдают от каких-то своих качеств. У всех людей есть комплексы. Что такое вообще комплекс? Здесь, для того, чтобы разбираться, нам нужно вот как-то глубину резкости понять, да, что мы будем считать за комплекс. Потому что, конечно, все мы живем в обществе, на нас есть негативное влияние разных людей. Возможно, только родители относятся к нам хорошо, а все остальные плохо. Возможно, иначе как-то происходит. Но здесь нам нужно понять, что в современном мире люди делятся как бы условно нами на две категории. Первая вообще без комплексов, то есть они хоть как могут ходить, хоть голые, хоть, не знаю, вести себя как шуты гороховые, у нас почему-то говорится. А другие люди все закомплексованы, да. И вот этот третий, вот нормальный золотой середины как будто бы нет. На самом деле такие люди есть. Потому что специалисты, психологи, либо люди другие, работающие с психическим здоровьем человека, они выделяют группу людей нормальных, адекватных, чьи психокомплексы, то есть совокупность, она не является разрушительными. И она не влияет каждый раз на человека. Вот мы когда говорили с вами про психотравмы, идущие из детства, мы говорили, что, например, психотравмы, они всегда проявляются в какой-то момент и мешают человеку жить. Так вот, комплексы, это разрушительного действия установки, такой совокупность, само слово комплекс подразумевает наличие разных вот сегментов в одно включенных. Вот эти вот комплексы, они ухудшают жизнь человека, они ему мешают развиваться, они его все время ограничивают в каком-то определенном ключе. У нас есть обувь широкой колодкой? Это как обычная обувь, нормальный размер, только растоптанный. Наверное, для широкой стопы? Знаете, я могу позвать инструктора, он раньше был пожарным. Может, вы в его обувь влезете? Нет, 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 не надо. Эти идеально подойдут. Конечно же, говорить, что все, то есть нет здоровых, есть недообследованные, это не про это. Нет, ну вот смотрите, а если, например, я знаю свои недостатки, но они не мешают мне жить, значит, это не комплекс. Вот человек, который вообще ввел слово комплекс, это лучший ученик Зигмунда Фрейда, по версии самого Зигмунда Фрейда, который в итоге вообще пошел по другим стопам, Карл Густав Юнг, который этот термин ввел. Так вот, по мнению Карла Густава Юнга, мой комплекс, это и закомплексованность человека, она тогда является комплексом, когда это неосознаваемо, когда это раз за разом, как вот пластиночка, может быть, кто-то не знает, что такое виниловая пластиночка, но она идет, идет, играет, играет, вернее, она внутрь, да, и оказалось, что я не знаю, как что такое виниловая пластиночка, и в какой-то момент съезжает на начало и снова, то есть человек неожиданно для себя сталкивается с чем-то, то есть мы договорились, что мы встретимся, все хорошо, но в какой-то момент мы говорим, давай мы зато и заедем последним, он говорит, я тогда вообще не поеду никуда. То есть что-то где-то вылазит резко, и это мешает всему. Так вот, первое, о чем мы сказали, что комплексы есть не у всех, у всех есть различные особенности, но при этом комплекс, который мешает. И вот если человек его осознает, то это наполовину уже проработанная ситуация, и когда на консультацию приходит человек, говорит, у меня комплекс неполноценности, или наоборот, комплекс Бога, да, какие-то вещи, то есть это уже наполовину решенная ситуация. А правда есть такой комплекс неполноценности? На данный момент существует более 50 разновидностей комплексов, и проблема начинает быть в том, что мы, психологи, в погоне за количеством наших статей, публикаций, один и тот же комплекс можем называть различными способами. Ну, самые распространенные какие-то. Ну, да, давайте назовем. Мы классифицируем комплексы по разным основаниям. Мы можем сказать, что комплексы есть, допустим, настоящие или надуманные, которых у человека нет, просто ему хотелось бы с этим поработать. Есть осознаваемые, которые действительно уже наполовину вышли из его бессознательного, и он знает, что раз за разом это вот надо проработать. Есть, например, физические и психические комплексы. Различные они есть, но вот если мы возьмем основные, то их около 10-15, которые чаще всего проявляются. Чаще всего это прям король среди всех комплексов, это комплекс неполноценности. Ощущение, что я в чем-то неправ. И сегодня я с собой взял символ комплекса неполноценности. Секундочку. Я не знаю, как зовут этого прекрасного. Даже не знаю, кто это. Те, кто знает, разбираются в Angry Birds'ах. Он может написать в комментарии, как это. Но здесь одновременно все, что не должно было собраться в таком замечательном персонаже. И огромный вес. Вот потрогайте, как он висит вообще. Там целый мешок картошки. Передайте, пожалуйста, Екатерине. Для ознакомления с материалом. А почему? Я не поняла, почему он символизирует комплекс неполноценностей? Потому что он толстый. Во-первых, какой-то неуклюжий. Во-вторых, что за брови вообще? Так вот, от того, будет ли это влиять на него или нет, зависит его отношение к этому. Его отношение к своей внешности. Для многих вот это вот. Нам кажется, что как можно... Посмотрите на хвост. Как можно жить с таким хвостом? Но когда человек сам определяет, я как к этому отношусь, тогда эти комплексы уходят. Основные комплексы – комплекс неполноценностей. Что я считаю, что во мне есть такой изъян, который все остальные классные. И один такой с таким носом и ушами. И вообще, да, как маленький мук. Вот у меня, например, на работе коллектив спортивный. И если честно, когда у них какая-нибудь движуха, они меня никуда не зовут. И даже если я скажу, что я веселая пушинка, или фея похудеет, это нифига не изменит. С другой стороны, есть комплекс, наоборот, Бога, который считает, что я превосходен. Я зайду, и все камеры на меня... А, так это же прекрасно, в чем тут комплекс? Это ужасно, потому что человек сталкивается с тем, что он приходит, а все отвернулись, он говорит, эй, эй, боженька зашел, да, куда камеры все на меня. А все говорят, слушай, дружище, ты, пожалуйста, не создавай помеха, иначе... Это как будто все время какое-то неадекватное восприятие действительности. Да, когда сбит определенный ориентир, сбит шаблон, и мы ошибаемся. Конечно, лучше быть с комплексом Бога, чем с комплексом неполноценности, да. Но вот есть полуролевые такие моменты. Например, многие знают про Эдипов комплекс, да, про то, когда мальчик 4-6 лет, проходя определенный период, он хочет жениться на своей маме, и чтобы папа уже как-то подальше был, а он проявляет качество любви к матери. Есть, например, комплекс электро. Это когда у девочки возникает неприятие своей мамы, и она ее... А наоборот, очень такая большая любовь, привязанность к отцу. Она уже... Это как Эдипов комплекс, только с точки зрения девочки, да, что папу люблю, маму вообще ненавижу. Есть комплекс медей. Комплекс медей – это когда, например, у мамы из-за плохих отношений с бывшим мужем она выносит свой гнев на своих детей. Есть комплекс Дианы, называется, когда девочка взрослее, она не может признать свою женственность, начинает относиться мужские... Почему Диану зовут? Потому что это богиня охоты, которая занималась преимущественно мужскими занятиями какими-то такими, да? Возрастные, в общем, комплексы есть. Есть комплексы, которые связаны с... Просто нашим старением. Что за что? Мы же договорились, пусть другие стареют, а не я. Мы обычно принимаем... Вот всего два... Есть физические комплексы, есть психологические комплексы. Человек, у которого есть физические комплексы, он... Его видно, он такой, ой, фотографироваться не буду. Он всматривается, выискивая недостатки в своей фотографии. Он избегает серьезных отношений, потому что человек же узнает, что он на самом деле не самый хороший, не самый красивый. Рано или поздно он во мне найдет изъян. А психологически больше связано с неуверенностью, с тем, что я не знаю, как себя вести. Он либо этот человек, либо слишком мягок, его границы личные, о которых мы тоже делали программу, они рыхлые, либо он, наоборот, жестко ставит, что со мной можно только так и никак иначе. А с деньгами бывают связаны комплексы? Ну, в смысле, с недостатком денег. Вот у женщин чаще всего, и это навязано социумом комплекса, связано с внешностью. Потому что мы всегда, вот люди все, не важно, мужчина или женщина, мы всегда можем быть либо недостаточно худыми, либо недостаточно полными. Мы иногда нельзя быть, допустим, высоким, не плоховато быть маленьким. То есть у нас куча каких-то ожиданий от нас. Каким не будет все плохо. Ты всегда должен быть каким-то среднестатистическим. И вот это навязанное человеку ощущение, что ты должен быть таким, вызывает комплексы. У людей, которые от этих комплексов страдают, есть четыре основных таких показателя, которые об этом комплексе говорят. И человек может для себя это выяснить, выявить. То есть если у него есть постоянная тревожность при появлении других людей, когда он находится в каком-то обществе, у него появляется тревожность, скованность, если есть вообще не то есть. Когда он ограничен в поведении, в присутствии каких-то... То есть происходит что-то, он каждый раз, я тогда не поеду, я не готов, я не смогу. У него есть необъяснимые такие вот перепады в настроении и самое главное, атипичные реакции на различные эмоции. Если кто-то прореагировал негативно, просто встал и вышел, человек думает, что, наверное, это из-за меня. Наверное, это из-за меня, потому что я не достоин внимания этого человека. И прочие себе объяснения идут. Поэтому действительно комплекс это такая страшная вещь, которая человеку портит жизнь. Ну давайте же перейдем на светлую сторону. Можно ли как-то что сделать со своими комплексами? Как от них избавиться? У тебя не должно быть плохого настроения. Если у тебя плохого настроения, ты виноват. Вам видно стену из вообще моих огромных ушей, да? Голубоглазая – это высшая раса. Надо уйти из ощущения, что мы должны быть все одинаковые. Ага, какой-то уродец вернулся к нам в класс. Мне сразу вспоминается здесь стихотворение. Я не знаю, каким образом это получилось. Я прочитал стихотворение Николая Заболоцкого. И причем это не просто какой-нибудь, знаете, про природу. А там стихотворение называется «Некрасивая девочка». Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые и кудрей рассыпаны, рот глинян, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Скоро она вырастет, ты поймешь, что она некрасивая среди всех красивых взрослых. Как же ей там выжить? Я думаю, ну... Газлайтинг. И на самом деле сейчас мы живем в такое время, когда комплексы постепенно начинают улетучиваться, они начинают выцветать в нашем обществе. Почему? Потому что сейчас подростки, которые подрастают, ну, это, наверное, тавтология, подрастающие подростки, они научаются, в отличие от нас, уже таких вот, да, людей в своих комплексах застрявших, воспринимать свои какие-то изъянчики как за свою уникальность. Они стараются подчеркнуть. Я вот думал, на кого сослаться в этот раз. Я все сослаюсь на каких-то авторитетов, психологов. Я недавно видел видео Алены Швец. У нее есть даже композиция такая, называется «Комплексы». И она там очень точно описывает, там двухминутное, по-моему, видео, она очень точно описывает, что испытывает подросток в этом плане. Этот день я начну с того, что опять себя ненавижу. Да, я знаю и точно вижу свои комплексы наперед. И она научается этому как-то воспринять как свою особенность. И вообще, вы же спросили про, есть ли какой-то свет в конце тоннеля. Да, да. Вот вы говорите про подростков, которые изначально, да, какое-то уж другое поколение, с другим настроем растут. А нам-то, которые уже нажили себе комплексов, теперь что с ними делать? А у нас есть такая помогайчика в виде сказки «Гадкий утенок», который вроде был гадким-гадким, а потом он стал кем? Прекрасным. Я ожидал, что вы... Лебедем? А я сижу просто и думаю, а с чего вдруг он... А с чего вдруг... С чего вдруг он посмел? Он посмел, что он станет прекрасным лебедем? Вы знаете, здесь очень важно найти себе вот мировоззренческую позицию, которая бы вам помогала во многом. Мы люди, которые могут... Ну, вот мы, когда нам говорили, не надо быть таким, ты должен быть прям таким, радостным, позитивным, стремиться к саморазвитию, у тебя не должно быть плохого настроения, если у тебя плохого настроения, ты виноват. Условно. Мы считаем, что мы должны быть всегда на 5 с плюсом. На 5 с плюсом. Но когда мы понимаем, что в этом мире очень мало всего на 5 с плюсом, все в основном-то, если даже и хорошо, то это на четверочку, то вот недостающий балл это какой-то наш изъянчик. У каждого есть его отягощение, у каждого есть его изъянчик, у кого-то слишком большие уши, у кого-то что-то не так видит глаза. Это особенность просто. Я всю жизнь считаю, что у меня огромные уши. Огромные. Вам видно стену из-за вообще моих огромных ушей, да? Видно ли ведущих из-за моего огромного уха, да? Но потом, потом я читал какую-то книгу про папуасов, и там написано, что люди, у которых огромные уши, прямо там написано огромные, я сразу, потому что это я, сразу бы стали вождем в племени. И я, знаете, расправил свои уши, и я понял, что, друзья, встречайте вождя уже с изменившимся комплексом Бога, да? Так вот, нам нужно понять, что у каждого свое, и нам нужно научиться это, во-первых, выявить и использовать вовне. И вот эта вот мировоззренческая платформа, на которой все неидеальны, ты имеешь право быть неидеальным, ты, значит, ты живой, настоящий. И вот это ощущение, что у тебя должны быть другие глаза, ты должен быть... Вот комплексы развиваются почти всегда под влиянием общественности. Есть такой эксперимент... Я тоже хотела сказать, что окружение же играет... Есть такой эксперимент, называется разделенный класс. Это после смерти Мартина Лютера Кинга, это давно вообще было, очень сильно давно, и был такой эксперимент, когда в классе учительница, она объяснила всем, что это был эксперимент, но она всем ученикам разделила их на голубоглазых и кореглазых. И она говорила всегда, что гол... Ну, как всегда, вот во время этого эксперимента, что голубоглазые – это высшая раса. Это люди, которые все понимают, которые они все... им легко дается учеба. А есть кореглазые, которые, ну, такие, как бы полукровки, да, вот такие вот грязные, эти самые такие... Но! И она заметила, что голубоглазые, значит, учиться лучше, и возникает у них презрение кореглазым, а кореглазые стали учиться действительно хуже, у них понесли, что уверены в себе. А потом она взяла и поменяла это, и она сказала, что, а, нет, 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 точно, ведь мы немножечко ошиблись, это кореглазая высшая раса. Это было как раз про расовую дискриминацию. Это очень опасный эксперимент. И представьте, дети, которые были кореглазые, они расправили плечи, они сказали, что действительно, это мы все понимаем, у них исправилось обучение, они стали лучше учиться, а вот голубоглазые дети, они такие расы, все сникли. Надо, чтобы, в общем, в окружении себе завести людей, которые тебе будут говорить, что... Наше поддерживающее окружение, которое нас принимает таким, как и есть. Знаете, вот этот мультик про Винни-Пуха, где был этот абсолютно, не знаю, персонаж в клинической депрессии, который стоял все время в луже, который, если не знаешь, где он, то он всегда в луже и смотрит вниз. Это вот этот ослик, ослик лучше его называть, не осел. И никто не пытался его исправить. Все понимали, что если вам нужно с кем-то грустного, стоящего в луже, это вот к нему. Никто не пытался сказать, эй, осел, развеселись, то есть он вот такой. И нам важно найти тех людей, которые нас принимают с нашими особенностями. И здесь действительно, вот я просто радуюсь команде, я не знаю, можно ли хвалить кого-то одного, команда Пятигорск. Да? Абсолютно странные, неуклюжие, но при этом прикольные, классные ребята. Что Елена Борщева, что Семен Слепаков. Вот все их смотришь, они такие все несуразные. Но вот они за счет своей несуразности, они сделали это своим какой-то изюминкой, привели в харизму, то есть они смогли компенсировать. И вот это вот умение компенсировать, на самом деле, для людей закомплексованных, когда эта компенсация происходит самостоятельно, то она чаще выходит во что-то негативное. Вот какие-то злобные, маленькие, неуверенные в себе люди, которых всю жизнь как-то гнобили, позднее они пытаются компенсировать. Это через какое-то насилие к другим, через ощущение, что я тогда всех задавлю. И вот эта компенсация, она как механизм психологической защиты, когда это неконтролируемо, это может дойти до каких-то катастрофических масштабов. Но как только мы осознаем, для чего вообще психология нужна, для чего нужны психологи, когда ты со стороны видишь, что дружище, вот ты сейчас так говоришь, как будто бы ты себя капельку все время подзакапываешь. Есть такое ощущение, когда человек сам себя виноватит постоянно, или говорит, что ну что я могу понять, да, вот этот комплекс неполноценности, что я с моим весом. Когда он себя начинает вот как-то вот прям прижимать ниже плинтуса, и мы ему об этом говорим, он говорит, а что с этим делать? Вот психология сейчас научилась, понимаешь, что с этим делать? И мы еще понимаем, а откуда взялось, когда ты знаешь, откуда взялось, что появилось, как с ними работать? В общем, нужно идти к психологу, да. Сейчас достаточно материалов, да. Я не хотел бы, чтобы типа, а все остальное вы узнаете у меня на консультации платной и той, которую вам, допустим, обязательно нужно 10 раз пройти. На самом деле, мы должны понимать, что наше общество формирует, наше окружение нас формирует. В вопросе комплексов, например, для девочки, вот отец может быть источником этих комплексов. Дочь от своей мамы нормально воспринимает критику, если она адекватная, в смысле, мама и критика. Сын от отца критику воспринимает нормально, но достаточно отцу сказать дочери о том, что у тебя какие-то ноги, ты как у слона. Она всю жизнь будет жить с ощущением, что у нее ноги как у слона. Она будет худее всех худых, да. Она будет весить 41 килограмм при росте 2 метра, но при этом она будет видеть, что у нее все более-менее нормально, но ноги как, пусть и у худого, но у слона. И поэтому нам нужно понимать, что мы можем это исправить. Достаточно вынести это в осознание, достаточно понять, чего нас это лишает. Достаточно найти название этому, понять, что мы можем сделать и в какой-то момент принять, потому что самопринятие, принятие себя не идеального, то, над чем сейчас как раз-таки и работают миллионы людей, которые начинают заниматься психологией, либо с психологом, либо самостоятельно, это как раз противоядие, про то, что для меня, если мне скажут, что у тебя большие уши, ты говоришь, спасибо большое. Это одно из моих вообще достижений, особенно для вот тех племен, в которых я в любой момент смогу стать вождем. Нам нужно воспринимать, что у каждого есть изъянчик. И вот мой, он такой. А есть, смотрите, много вопросов в интернете, и вот есть совет от одного блогера, как избавиться от комплексов. Давайте посмотрим. Давайте. Я желаю каждому из вас прямо сейчас сесть, вот так же, как и я, взять листочек, выписать все эти комплексы, просто вот так вот их порвать, вот так, запустить в мусорку и сказать себе «забей». Ребят, я сейчас скажу вещь, которую вы слышали и, возможно, слышите каждый день. Любите себя. Отличный совет. Жаль, что он вообще работает не всегда, потому что ты-то забил, но когда ты вернулся к тем людям, которые говорят «ха-ха», какой-то уродец вернулся к нам в класс, мы понимаем, что надо срочно идти еще раз сто раз написать «забей, забей, забей». Вот если мы это воспринимаем как факт, если мы воспринимаем, что это не утяжелитель, это не гиря, которую я ношу, а это та возможность проявить свою индивидуальность, тогда это работает. И вот когда мы не просто скажем «забей», а когда мы скажем «запятая зато я», благодаря этому, вот тогда появляется движение вперед. И нам надо уйти из ощущения, что мы должны быть все одинаковые. Это очень странно, если будет 8 миллиардов, 7 миллиардов Артемов Сергеевичей, например. Я бы там не выжил. В смысле, выжил бы, но было очень таково себе. Мы вообще ценны тем, что у каждого есть разное мнение, разное вкусовое предпочтение, разное… Когда ты слушаешь музыку, думаешь, что за ужас, а у нее там 15 миллионов лайков, потому что всем нравится, а одному тебе нет. Ты понимаешь, что мы все абсолютно разные. У каждого есть свои какие-то отягощения, изъянчики, у всех разные, уши, нос, все по-разному, но это вообще не повод сказать, что я плохой, потому что плохой мы или хороший, мы определяем, во-первых, чаще всего самостоятельно, а во-вторых, по той пользе, которую мы обществу несем. Давайте еще на несколько вопросов от зрителей ответим. Давайте. Особенности внешности, фамилия, нос. Буязнь делает что-то новое. Вдруг резко поумнели. Все время ощущаю себя тупой. Я так чувствую, и для меня это верно. Проблема такова. Слишком не уверена в себе, апатия, навязчивая мысль, которая мешает двигаться вперед. Не могу принимать правильные решения. Боюсь, что осудят меня или не так что-то сделаю или скажу. Буязнь делает что-то новое. Вопроса нет. Нет. Такая совокупность этих вопросов. Комплекс вопросов про комплексы. Вот в этом вопросе я всегда вижу, с какого момента начинается проблема. И здесь девушка говорит о том, что не могу принимать правильные решения. Принять решение – это значит знать это решение, но быть уверенным точно мне оно не повредит. И здесь важно научиться доверять себе, доверять своим решениям, доверять вообще своей правильности, что я так чувствую и для меня это верно. И вопрос в том, чтобы как это озвучить, как сказать об этом тем, кто не готов мое правильное решение принять. И когда люди говорят, что есть тревожность, есть вот ощущение, и я не уверен в себе, я обычно задаю вопрос, не уверен в чем? Он говорит, в себе. Я говорю, это что значит, что вы есть или в чем вы не уверены? Он говорит, ну не уверен, что я, что я, что я. И рано или поздно человек приходит, что я настолько же значим, как и остальные. И вся проблема в том, что человек считает, что все остальные имеют право заявлять о чем-то, имеют право быть несогласны, имеют право, например, иметь свое мнение, а он как бы нет. И это всегда является следствием чего-то. Мы смотрим, следствием чего это является, устраняем причину и уходим из этой проблемы в нашу счастливую, какую-то замечательную жизнь. Поэтому здесь важно понять, почему я себе не доверяю, откуда это взялось и как это устранить. Так, еще вопрос. Не знаю, комплекс это или нет, но я все время ощущаю себя тупой и очень боюсь, что меня спалят. В результате строю себя непонятно что и постоянно притворяюсь. Это выматывает очень. Что делать? Про вот это ощущение. Я понимаю, что мы не все комплексы назвали. Возможно, люди, которые очень точно знают психологию, могут в комментариях где-нибудь, если возможно, этот комментарий написать, написать еще, какие комплексы они знают. Есть комплекс жертвы, есть комплекс спасателей, есть комплекс героя, есть комплекс, это как раз все, который вот она всегда считает себя тупой и думает, что все мои решения приняты неправильно. И ее самое главное это не устраивает. Так вот, в этой ситуации правильнее будет сказать, что да, я что-то не знаю, возможно, слегка, слегка туповато, кайф, подошлись с моими очень умными, с самыми умными друзьями, что мне сделать, что мне сделать, да, для того, чтобы я стала прям очень острой. И еще, да, я слегка, возможно, не понимаю, как правильно жить в этом мире, запятая, зато я действую по наитию, зато я настоящая, я живая, то есть найти в себе положительное, понять, что, опять-таки, когда мы говорим про синдром самозванца, вот это ощущение, что я что-то вообще тупень, да, тупень, и ничего не знаю, как жить правильно, понять, что, а значит, мне нужно узнать вот это, это и это. И эту девушку я бы лично спросил, а в чем вы хотите быть супер острый, что бы вам показало, что вы вдруг резко поумнели, да, и надо продумать этот план, движение вперед. Давайте подведем итог. Комплексы есть не у всех, у всех есть разные особенности, но те люди, которые чрезмерно переживают по поводу своих комплексов или сталкиваются с тем, что каждый раз их поведение атипично, ненормально, странно, оно что-то внутри мешает им вести себя как надо, как хотелось бы, чаще всего у них есть комплексы. Люди без комплексов, которые говорят, что я без комплексов, чаще всего это те же люди с комплексами, которые пытаются это скрыть от всех, в том числе от самого себя. Самое главное лекарство здесь выявить это, определить, что мне конкретно мешает и выстроить план движения к тому, когда мой комплекс станет толчком к моему развитию, а если это никак нельзя уже поменять, допустим, от особенности внешности, фамилия, нос, и все что угодно это может быть, то тогда мы подумаем, а как из этого сделать изюминку, как это обратить в свою особенность, которую я могу нести этому миру как дар бесценный. Спасибо вам, Артем, за полезный совет. Спасибо вам большое, с вами очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok